Вот уже два с половиной месяца ведутся гидрогеологические исследования на Северском пруду и втекающих в него водных объектах. Работу ведут специалисты Российского научно-исследовательского института комплексного использования и охраны водных ресурсов. В администрации Полевского городского округа проблемы загрязнения Северского пруда обеспокоены давно. Пока говорить о состоянии тяжело, но динамика сегодня такая стабильная. Ситуация с 2012 года более-менее стабилизировалась, но она не в лучшую сторону. Поэтому здесь тревога большая, потому что мы же понимаем, что идет накопление осадков, продолжается загрязнение. Наша задача сегодня не только провести исследование, а найти причину и сделать те мероприятия, которые позволили это устранить. Потому что с дальнейшей динамикой природа сама уже не в состоянии справляться с той ситуацией, которая есть. К этой проблеме подключились и представители Общероссийского народного фронта. Благодаря совместной работе удалось выделить из областного бюджета 3 миллиона рублей. Еще 2 миллиона выделили из местного бюджета. На эти деньги был заключен муниципальный контракт с исследовательской группой. Проблема была эта рассмотрена. И дано предложение собрать на площадке Общероссийского народного фронта провести расширенное заседание с участием специалистов Росприроднадзора, Росгиднадзор, Уралнедр, прокуратуры природоохранной. Такое мероприятие в конце апреля месяца состоялось. На нем присутствовал депутат Государственной думы, руководитель Центра мониторинга по проблемам экологии и защиты леса Центрального штаба Общероссийского народного фронта Гутенев Владимир Владимирович. Мы побывали везде на местах. Ну и соответственно провели на площадке ОНФ в Екатеринбурге данную встречу. По словам представителей Народного фронта встреча прошла конструктивно, но пока не ясно, будет ли полностью устранен источник загрязнения, либо будут еще какие-то технические решения по ликвидации пагубного влияния на Северский пруд. Это станет ясно по окончанию исследований, которые согласно муниципального контракта продлятся до декабря текущего года. Разработанный институтом же методологии мы пытаемся выяснить кто, что, сколько и зачем и как. А хотим мы сделать вот что. Мы хотим получить полный баланс поступающих загрязнений, понять составляющие каждого баланса и уже на основе этого ранжировать те источники загрязнения, которые в принципе поступают. И уже будет видно, кто наиболее сильное влияние оказывает, кто наименее сильное влияние оказывает и куда в первую очередь надо направить воздействие. Специалисты считают, что переломить ситуацию по Северскому пруду не только нужно, но и возможно. Главное сейчас вплотнуюсь заняться этим вопросом. Однако пути решения этой экологической проблемы можно будет искать не раньше окончания гидрогеологических исследований. Игорь Соколов, Константин Миронов. Новости. Твой день. Редактор субтитров А.Семкин